В нашей деревне в данный момент отсутствие вот этой вот дороги. Ее просто нет. Маленький дождик, мы не можем ни выехать, ни в магазин, который находится ближайшие в пяти километрах. Мы не можем пройти с детьми и погулять. Мы не можем купить памперсы, купить продукты питания. Только маленький дождь, наша дорога превращается в месиво, в кашу. Каша эта доходит почти до колена в некоторых местах. Они обращались в администрацию, написали им в СМИ Узловский район. Они обещали до 13-го числа провести беседу с жителями домов от 60-го до 71-го, где проблемный участок дороги. По сегодняшний день, сейчас 13-е число, мы так и не увидели никого с администрацией Шахтерская. У меня один ребенок, мать пенсионерка. Рядом сосед, он инвалид, тоже с машиной. Ребенок у него ходит в школу. Дальше вот тоже идут пенсионеры, дети-инвалиды идут тоже, которые не могут выехать в ближайший магазин, купить тот же самый хлеб, лекарства. Аптека у нас тоже находится 5 километров от нас. Даже своей машиной мы выехать не можем. Автобус у нас ездит в два раза проходящий, в сторону узловой. Даже до ближайшего магазина нам получается нечем доехать. Тоже дорога плохая, особенно плотина. Освещения нет, потому что скорая сюда днем еще может приехать. Они видят номер дома. А вечером надо ее идти туда на дорогу встречать. А если больной лежит, я не могу от него отойти. Вот в прошлый раз с ним было плохо, скорую вызвали. А они проехали на ту плотину. Сюда никак не могут проехать. И мне пришлось просить соседку. Она ходила на дорогу, встречала и приехали. А теперь я поставила вот эти чучела для того, чтобы обозначить, куда, в какой дом. Потому что мы оба больные, пенсионеры. Вот, чтобы они на этих вот кукол равнялись. Вот я им говорю, что повернете, дом будут стоять вот эти чучела, вот в этот дом заходите. Светом у нас нету света, фонари там повесили по центральной улице. А у нас здесь вообще нет света никакого и не было. Столбы поставили, а фонари не повесили. Также у нас находится плотина в аварийном состоянии, насчет которой мы неоднократно писали в электронном виде, просили заявление, туда ездили, писали. У нас постоянно, как весна-осень, также из-за речки, получается, подмывается плотина, разрушается. И нам нужно ее укреплять. На наши отзывы, помочь нам, опять пришел ответ, что нет средств. И это у нас постоянно происходит. Весна-осень на протяжении уже десятков лет. То есть у нас в нашу дорогу вообще ничего не вкладывалось. У нас одни отписки, что нет средств. Мы, собственно, с средствами. Вот у нас Юрий, который на тракторе. Они привозят плиты, туда кладут плиты, кирпичи привозят, сваливается. Это хоть как-то нам ее укрепить, чтобы у нас не размылась дорога. Если у нас это размоется плотина, мы сюда никак не можем подъехать больше. У нас один съезд с дороги. То есть везде у нас поля, мы нигде больше не сможем проехать. Поэтому своими силами укрепляем, как можем. Возим тачками, всю дорогу выкладываем кирпичами. Своими силами. Но это все у нас утапливается в дорогу. И каждая весна-осень у нас одна и та же история получается, что мы в грязи по колено ходим. Как снег растаял, мы вот совсем рядышком не могли проехать. И машина есть. И, в общем, невозможно выехать. Ни скорая не может подъехать. Как мы люди-пенсионеры, нам всегда нужен подъезд. Для детей. У соседей дети маленькие. Они тоже не могли выехать. Хотя вот до Платины совсем недалеко. А здесь такая грязь у нас непролазная. Свои машины приходится ехать на такси. Чтобы пешком туда, до асфальта дойти, надо. Сколько тут? Наверное, километр целый. Наше здоровье такое не всегда позволяет такие километры шагать.